так всем добрый день девочки вы знаете многие спрашивают каким образом из этих роз сделать картину то есть как правильно уложить эти цветы как они приклеиваются каким лучше клеем и все прочее вот сейчас на данном этапе мне картина пока не нужна то есть у меня для картин ничего нет но сегодня вот случайно увидел вот такая штучка я не знаю как ее назвать правильно до плитка вот ну и про себя думаю коль розы сделала сейчас я просто покажу девочка может на самом деле кому-то это будет очень полезно и девочки сделают сами значит первое что я хочу сказать в картине все цветы как всегда я вам говорю они должны быть разного размера это первое второе смотрите вот цветок я вам уже показывала он весь оформлен листочки а вот это у меня что-то вообще не оформлен а вот это у меня только одна сторона а почему а потому что все это мне пригодится именно так я и буду укладывать мне это будет удобно вот смотрите начнем так не обращайте внимание это не какая-то красивая композиция это просто идея для вас значит обязательно мы должны с вами первое попробовать самый большой цветочек и как мы делаем мы укладываем сначала идет как 1 генеральной репетиции девочки это не просто так налепил и все вот значит 1 у нас цветочек да вот второй мы можем цветочек видите как на один бок но от того что у него нет листочков он у нас прикрепится вот так очень близко и это хорошо сделали да теперь смотрите так вот это сюда подвинь вот вот этот мы можем вот так оставить нормально так дальше смотрим еще можем уложить это же ведь как я могу приклеить не так вот чтобы расстояние у меня был а я сделаю поближе вот пусть листочек на лежит на этих цветочках нормально так следующий так как это голенький у нас к нему тоже близко тоже приклеим но я не приклеиваю я вам показываю как правильно приклеить так смотрим дальше так как мы сделаем мы можем вот так сделать лепесточек теперь вот к этому можем вот так сделать лепесточек так сделали но понимаете когда вы будете приклеивать будет ну где-то клей подглядывать там проглядывать или еще что-то у нас есть для этого видите запас листочки я всегда много делаю листочков я вот еще не принесла я сделала много травки ну ладно травку и тоже сами сообразить и вот что я делаю обычно вот эти листочки которые у нас будут уже отходить от основной композиции я обязательно приклеиваю проволочку и тогда у нас вот листочек он вот так прогибается весь смотрите как я смогу приклеить вот у меня здесь представьте проволочка я беру приклеиваю вот сюда к цветку видите а так как он на проволочке я его уже приклею вот так вот у меня как будет листочек выгибаться именно вот это и даст вам такую знаете натуральность вот этой композиции вот я кончик приклеила и здесь приклеила и за счет проволоки я его обязательно вот так выгну это тоже самое делаю вот насчет проволоки вам понятно и вот мы начинаем вот таким образом с вами укладывать чтобы было красиво так здесь то есть вот эти все в основном я всегда делаю до проволоки потому что но они смотрятся так а когда если вы просто приклеить и вида не будет так и вот когда уже приклеивать и здесь уже настолько видно как лучше приклеить здесь маленький значит соответственно и маленькие будут так но у нас еще есть чашелистики вот это можно вот такие маленькие чашелистики их тоже можно вот а между ними вот эту можно травку травочку сделать будет очень красиво девочки вот это вот сюда но когда будете приклеивать вот это вот все можно настолько сделать по естественным то есть немножко изменить по форме ну вот приблизительно вот так вот у нас получилась композиция но не смотрите на то что она у меня просто у меня еще нужно существует побольше цветочков и другой формы вот сам смысл то есть идею я вам подсказал остальное думаете сами вы еще спрашиваете каким образом на что я клеила я вам объясню значит она на ижевском заводе есть у них такая как сказать уплотненную обои да обои на не очень толстые ширина где-то но шумоизоляция да обои для шумоизоляции они в рулонах вот я именно отрезала вот у него ширина наверное как раз вот такая сантиметров наверное 60 я отрезала столько размер сколько мне нужно на картину но сверху я приклеивала фоамиран а хорошо хорошо приклеивал он потом на этом делал вот эти композиции а потом все отвозили в багетную мастерскую и уже в багетной мастерской делали вот эти рамки красивые картины получались нормальные ну вот девочки кому не ясно спрашивайте вот так вот все что я хотела вам сегодня показать а то спрашивайте как клеить на что клеить вот теперь мне кажется вам должно быть все ясно всего доброго до свидания